МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они не только предупреждают, но и официально запрещают купаться в трёх водоёмах Саранска. Представители Роспотребнадзора сообщают, что в Луховском пруду зелёной рощи на старте вода и песок, во-первых, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам, а во-вторых, в целом требованиям безопасности. Охрану, конечно, там никто не поставит. Нужно просто понимать, что купание в той воде грозит инфекционным заболеванием. Единственным водоёмом в столице Мордовии, который считается, возможно, пока безопасным, со всех точек зрения, лесное озеро. Управление ведомства отметили, что собранные там пробы почвы и воды, говоря языком специалистов, соответствуют микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим требованиям. Александр Николаевич, можете озвучить причину вашего задержания? Такого поворота событий главный врач Отяшевской больницы точно не ожидал. Сначала задержания, потом обвинения. Под конвоем 54-летнего уроженца Дубенского села Повадимова Александра Борисова доставили в Ленинский суд Царанска. Он был весьма расстроен и молчалив. Эмоции скрывала лишь медицинская маска. Расстраиваться же повод действительно весомый. Борцы с экономическими преступлениями и коррупцией Республиканского МВД установили, как предположительно с помощью взятки пополнил свой бюджет районный доктор. По материалам оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Республиканского МВД Следственное управление Следственного комитета России по Республике Мордовия в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному пунктом В части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации получения взятки. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования этого уголовного дела. Если говорить конкретнее, то эта история началась в июне 2022-го. К Борисову обратился местный бизнесмен. Мол, хочется открыть свой частный стоматологический кабинет на территории Отяшевской больницы. Тут и пациенты под рукой, и помещение подходящее есть. Борисов, как считают в правоохранительных органах, не отказал, но поставил условия. Кабинет откроешь, но только за вознаграждение. В итоге предприниматель больше, чем за год отдал главному врачу 165 тысяч рублей. Часть незаконного денежного вознаграждения была подозреваемому передана лично в служебном кабинете, часть переведена на банковскую карту. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Во время избрания меры пресечения сыщики просили суд отправить подозреваемого врача в следственный изолятор. Учитывая статус и связи обвиняемого, сыщики опасаются, что во время расследования он может оказать давление на свидетелей, главный из которых тот самый бизнесмен. Защита же, наоборот, настаивала на более мягкой мере. В итоге, выслушав все за и против, ленинский суд отправил главного врача под домашний арест. Известно также, что свою вину подозреваемый признает, но только частично. Из биографии Александра Борисова известно, что он по специальности хирург работал и после возглавлял Дубенскую больницу. В 2014-м получил звание заслуженного, а в апреле 2020-го был назначен главным врачом Отяшевской районной больницы. Вам позвонили неожиданно и сообщили тревожную весть, мол, именно сейчас кто-то пытается оформить кредит или даже похитить с трудом накопленные деньги? Срочно нужно спасать сбережения, перечислить на безопасный счет и при этом в интересах следствия никому и ничего не говорить? Запомните, эти слова чаще всего произносят мошенники, когда разговаривают со своей потенциальной жертвой. Если человек начинает нервничать, то дело, считай, сделано. Дальше люди, отключая полностью логику и разум, словно под гипнозом выполняют все требования преступников. На эту банальную и хорошо известную ловку попалась жительница Саранска. В итоге потеряла почти 60 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенником, женщина обратилась в полицию. В настоящий момент осуществляется комплекс мероприятий, направленный на розыск лиц, причастных к совершению преступлений. МВД в республике Мордовия призывает местных жителей внимательнее относиться к информации, сообщаемой вам телефонными собеседниками. Никогда, никакими предлогами, не переводите свои деньги на сторонние счета. Мелкие хищения, повреждения имущества, побои. В этот же список входит хулиганство и распитие спиртного на улицах города. Это, пожалуй, самые распространенные преступления и правонарушения, с которыми во время службы почти ежедневно сталкивается вневедомственная охрана Росгвардии. Ведомстве подвели итоги работы за последние шесть месяцев. Если говорить официальным языком, то сообщается, что за это время сотрудниками было пресечено свыше полутора тысяч административных правонарушений. По сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел за первое полугодие для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по республике Мордовия выезжали более 1200 раз. В итоге отработаны 956 выездов на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал тревога. В результате слаженной профессиональной работы сотрудников подразделения краж охраняемого имущества не допущено.